Есть у нас вот такой вот кухонный топорик. Также я сейчас Эдуарда попрошу, чтобы он мне помог подержать просто само приспособление. Здесь очень удобно. Мы легкими движениями откручиваем вот эти вот направляющие. Они у нас смещаются вовнутрь. Примерно вот так вот они смещаются вовнутрь. Здесь пришлось приложить усилия, но тем не менее просто держатель новый. Естественно мы понимаем, что допуски здесь идут крайне минимальные. И теперь я аккуратно вот таким вот образом. Здесь облако где-то по толщине 2,5-3 миллиметра. В принципе можно даже вот так вот поглубже. И так как у нас адаптирован вот этот держатель от ручной точилки, то есть он у нас дает максимальное качество в плане подвода ножа. То есть это наша придумка, то есть это наш такой именно момент истины. То есть мы вот изготовив этот станок, придумав вот эту технологию, мы получаем очень хорошее качество. Сейчас я сменю ленту. Также вот для удобства, когда вы работаете один в мастерской, вы можете в столе просверлить отверстие под этот штифт, ну и соответственно вставлять, он будет у вас стоять и вы можете спокойно это дело устанавливать нож, вымерять расстояние, ну и соответственно все эти вопросы я думаю отпадут. Вот, да, я сейчас не буду тратить опять же наше драгоценное время, то есть сейчас вот прям буквально прикину одним вращением, то есть какой градус здесь был ранее, но по-хорошему для кухонного топорика я рекомендую угол заточки на сторону 25 градусов. То есть чтобы общий угол... Ленту мы будем менять или может поменяли? Я уже поменял, да, я уже поменял ленту. Вот, то есть скорость небольшая, да. Наш угол, Эдуард, наш угол очень острый все-таки и я наверное прям буквально сейчас потрачу 30 секунд. Опять же, Вадимир, я прошу показать нашим зрителям, что регулировка угла осуществляется не только изменением высоты упора, но и гайкой. Да, то есть вот этот винт его можно открутить, я просто его сейчас так хорошо затянул, то есть его настроил, но вы можете также, передвигая его по вот этой вот оси, вы можете изменять угол, но опять же обращаю ваше внимание, в том диапазоне, чтобы режущая кромка не выпирала, то есть или не уходила со стани, то есть именно с вот этой вот, вот этого упора. Вот, то есть сейчас я, секунду, опять же включаю, обнуляю, обнуление, вот, обнулился, и ставлю сюда, то есть у меня получился угол 22 и 7, ну, я думаю, что это будет сейчас достаточно. Можно чуть скорость дать побольше, в данном случае, то есть для такой, для более грубой обдирки я беру 1200 оборотов, и сейчас я вот уже по факту понимаю, что я вышел на режущую кромку, то есть скольжение по, да, отлично, я попал прям в то же пятно контакта, которое у нас и было здесь ранее заточено, то есть по факту мне не придется сейчас долго тратить времени на, ну, для того, чтобы выйти на режущую кромку. То есть, соответственно, мы можем делать протяжку как по прямой, так и вот с таким изгибом, то есть по большому счету высота фаски у нас меняться, ну, практически не будет. Почему? Потому что здесь угол по отношению к ленте, он не изменен за счет того, что есть держатель и есть направляющая, по которой он, соответственно, скольжет. Ну, я пока затачиваю, Эдуард, может быть, что-то расскажет о наших новинках. Если говорить про станок ADEM FISAR, то прошла небольшая модернизация, где мы добавили защитный металлический кожух, искрогаситель, мы улучшили приспособление для заточки именно ножей, далее мы сделали съемный кожух на магнитах для вашего безопасности и удобства. Таким образом, также, если вы используете, будем, наш станок для обдира заготовок и изготовления ножей, то в нижней части нашего станка имеется отверстие, имеются экраны, которые собирают всю грязь и сыплется в подставленное вами ведро, чашку или еще какие-то вещи. Прошу обратить внимание, что смена ленты осуществляется очень быстро и не требует дополнительной до настройки перехода. Может это произойти, если может убегать лента только в том случае, если разные производители. С этим может быть, просто под каждого производителя нужно поднастроиться. И если у вас другой производитель, в отличие от этого, то лента может незначительно убегать, потому что это разные, скорее всего, производственные, технологические какие-то возможности производителей. Ну и таким образом нужно адаптироваться под это дело. Также скажу, что, еще раз повторюсь, тема нашего сегодняшнего, нашей встречи, именно заточка парикмахерского, садового, бытового инструмента. Я могу долго говорить и про парикмахерский инструмент. Таким образом, мы начали сегодня с заточки именно бытовых ножей, которых вам принесут, ну это довольно-таки много вам будет приносить. Вот на сегодняшний день, у нас весна, у нас май, начинается садовый период, садовый дачный период, при котором вам понесут этот инструмент. И вы должны быть готовы к этому, готовы к тому, чтобы клиенту предложить весь спектр услуг. И для этого вам необходимо иметь у себя технологии, представления и заранее об этом подготовиться. Вы можете обратиться в нашу компанию в подборе оборудования, и наши менеджеры с удовольствием вам расскажут и покажут, что и зачем, и как нужны наши станки. Ну вот я дошел уже до ленты, до абразива P1100. Сейчас также я произведу устранение заусенца на коже. Ну вот чем мне удобен станок Full Drive, тем то, что я легко могу, во-первых, менять аверс-реверс, я оператора нашего еще раз попрошу, чтобы... Во-первых, аверс-реверс, и во-вторых, это плоскость, получается горизонталь. И устранять заусенец, то есть вот именно работать на его устранение, здесь очень, ну прям вот просто удобно. То есть, во-первых, я вижу, как заусенец слетает, и во-вторых, я также могу регулировать еще и обороты. То есть, если мне нужно вот прям совсем добиться... Пока Владимир готовит инструмент к финальному тестированию, я хочу сказать вам, что данный станок имеет преимущество, неоспоримо, это в том, что у него снимается вот такой вот диск, и сюда устанавливается любой, любого размера, диаметра диска. Можно сюда приклеивать абразивный материал, кожу и все, что угодно. Ну вот кухонный топорик. Опять же, для кухонного топорика я режу бумагу. Вот, то есть, соответственно, вот оно происходит рез, достаточно хороший, угол заточки 22,7 на сторону, то есть, как бы, стойкость ее будет достаточно хорошая, то есть, это быстро и качественно. Рубка? Рубка костей, да? Рубка, да, рубка костей. Вот.